Девушки отдыхают Друзья, всем привет! Вот и подходит к кульминации турнир «Юные легенды-2023». Пеналисты уже известны, но я предлагаю нам посмотреть турнирный путь претендентов на чемпионство. В женской сетке за звание победителя поборются Виктория Макеева из Оренбурга и Варвара Осинцева из Сургута. Варвара, будучи одной из фавориток турнира, довольно легко преодолевала соперниц. Обыграла Веронику Лесных, а после Юлию Сорокину. Матч 1-8 финала с Ниной Радченко закончился победой в «Контре». А далее со счетом 4-1 турнир покинули Ксения Жохова и Екатерина Ковалева, которая в этот раз стала бронзовым призером «Юных легенд». Кать, я тебя поздравляю с очередной бронзой. Это уже вторая бронза на «Юных легендах». Рассказывай, что не хватило, чтобы дойти до финала? Я, в принципе, сыграла в полуфинале очень хорошо. Очень хорошие эмоции. Я хорошо сыграла на этом турнире. После не очень хорошей игры в Иркутске, здесь я прям довольна своей игрой. Хотелось бы, конечно, в этом году зайти в финал, но третье место – это тоже хорошо. Ну, это стабильность. Два года подряд, три-три, в следующий раз ждем как минимум в финале. В следующий раз мне 16 уже будет. Похожая турнирная история случилась и у Виктории. Сначала спортсменка обыграла Ксению Жоркову, Валерию Серяченко и Юлию Сорокину. В контровой партии Макеева одолела Полину Башкатову, а в полуфинале со счетом 4-1 Злату Боболеву, которая забирает бронзу. Ты являлась одной из фаворитов. Для тебя этот результат удовлетворительный, либо, конечно, хотелось бы повыше подобраться? Ну, на самом деле, хотелось намного лучше, но как получилось. Я рада даже такому результату. Опыта не хватило, я думаю. Ну и больше тренироваться нужно, конечно. А в каком ближайшем турнире тебя можно увидеть, где ты планируешь принять участие? Ну, в Екатеринбурге, скорее всего, на первенстве России я буду участвовать. Ну, возможно, в Калуге на парном чемпионате России. В юношеской сетке, как и в прошлом году, за чемпионство поборется победитель «Юных легенд-2022» Матвей Федюшкин и серебряный призер того же турнира Кирилл Каширский. Без особых усилий Матвей преодолел Алексея Родина, Максима Соснова, Дмитрия Черникова, Ивана Полиенко, Тимофея Камалединова и в полуфинале не оставил шансов для Матвея Попова, бронзового призера «Юных легенд-2023». Оправдалось ли твое участие в этом турнире с ожиданиями? В целом, да. Я хотел залезть в призы, что у меня, собственно, и получилось. Но в полуфинальном матче совсем игра не пошла. Не настроился и не смог показать свою игру. То есть третьим местом ты доволен? Удовлетворен, скажем так. Турнирный путь Кирилла Каширского сложился также легко. Победы над Георгием Семенцовым, Дмитрием Черниковым, Максимом Сосновым, Маратом Маликовым, Никитой Сапоновым предоставили Кириллу путевку в полуфинал. А уже там, в матче против Артема Шиненкова, Кирилл прошел в финал, а Артему досталось почетное третье место. Третье место на всероссийском турнире. Является ли это для вас лучшим достижением? Ну, лучшим достижением не является, конечно. Были получше первые места на международном, ну и второе место на чемпионате, ну на первенстве России до 16. Ну, результатом доволен, ну потому что турнир достаточно сложный, сильный состав. Ну, в принципе, играл неплохо по ходу турнира. Ну, почти. Но не хватило, скорее всего, ответственности. Как-то не успел собраться, к столам привыкнуть не до конца смог. Поэтому некоторые удары простые, которые я у себя дома всегда сбиваю, я ошибался. Ну, неожиданно, скажем так, прям вот. Ну, расстроился, короче. Ну, я призываю тебя не расстраиваться. И, конечно, все золотые медали ждут еще тебя. Конечно, да. Финальные игры вот-вот начнутся. Поэтому предлагаю не мешать спортсменам разминаться и пойти на трибуну смотреть за интереснейшими матчами. Начало женского финала показало, что и Виктория, и Варвара настроены на победу. Спустя 20 минут матча счет на табло изменился на 1-1. Несмотря на бой в самих партиях, итоговый счет финала 5-1 в пользу Виктории Макеевой. У Варвары Осенцевой серебро. Не очень удачно сложился финал, глядя на счет. Что не получилось, что пошло не так? Да, скорее всего, просто стол не поняла. Вчера разминалась, вроде более-менее, но своики вообще не шли. Второму месту ты довольна? Ну, в принципе, довольна. Полуфинал даже очень хорошо сыграла. Но в финал хотелось бы, конечно, переиграть. Ничего, я уверена, что все в будущем. Тебе, на следующий год тебе будет 16 уже или нет? На следующий, да, будет. А получается, ты не попадаешь, да, в следующий год? Да, не попадаю. То есть последний момент был упущен, да? Да. Первый раз приехало никакое место, второй раз третий, третий раз второй. Хотелось бы первое занять, но уже не успею. Надо было раньше приезжать просто. Так бы как раз по возрасту. Я не умела. Вика, я тебя поздравляю с победой. Рассказывай, как тяжело она давалась, потому что, глядя на счет в 5-1, кажется, что очень легко и просто все было. Ну, в партиях были сложные моменты, от слова совсем, потому что каждая партия, счет был 8-6, 8-7. Что помогло тебе выиграть? На строй, на кубок, на победу? Злость. Ты не выглядишь злой, да? Ну, это сейчас. А у стола ты меняешься? Да. Финал у юношей также прошел без интриги. Кирилл Каширский сумел записать в свой актив лишь одну партию против шести. Победителем «Юных легенд» 2023 становится Матвей Федюшкин. Матвей, я тебя поздравляю с очередным золотом на турнире «Юные легенды». И глядя по сетке, у тебя вообще не было проблем с этим турниром, и даже в финале как-то очень все легко удалось. Так ли это было? Почти все матчи были не супертрудные. А что в финале случилось? Ты очень круто играл, либо Кирилл где-то подрослай был? Ну, я думаю, что я хорошо очень сыграл. Ну, это, наверное, лучший матч был за весь турнир. Ну, рад, но, конечно, я не думал, что два раза подряд выиграю. Ну, а так очень рад, конечно. Готовился все-таки к нему долго. Что не хватило в этом году, чтобы побороть Матвея? На свой взгляд, сыграл хорошо. Очередной финал с Матвеем я проиграл. Матвей для меня непростой соперник. Где-то я ему там позиционно отдал, где-то в атаке. В принципе, результатом доволен, но я к чему стремился. Ближайший турнир, на котором тебя можно будет увидеть? Калуга, парный чемпионат России. Вот как раз с Матвеем мы там будем играть. То вы оба второй раз подряд в своей категории лучшие, по факту серебро, золото. А тут взрослый чемпионат будет. Как ты оцениваешь ваши шансы? Мы уже неплохо играем, но соперников там будет очень много. Очень серьезных соперников. Будем стараться, то есть никого не боимся. Турниры для детей наших до 13, до 16 лет, их недостаточно в нашем календаре в общем, да? Почему? Потому что мы проводим соревнования, которые положено проводить для этой категории спортсмена. То есть раз в году, может быть, по каждой дисциплине только одно соревнование. У нас и так большой календарь, у нас и так большая, как бы, смета на все соревнования. И если возникает такой человек, как Бауров, кто-то еще другой, да, который со своими возможностями приходит и говорит, а давайте вот это мы сделаем совместно, мы всегда идем на встречу. Мы поддерживаем такие решения, мы поддерживаем инициативу Московского союза миллиардного спорта, который уже не впервые проводит подобные соревнования. И я думаю, что и в следующем году мы такую практику продолжим, когда дополнительные старты будут у наших юных спортсменов. Вот такое оно, подрастающее поколение, которое точно не даст расслабиться сильнейшим спортсменам. А с вами была Алина Шагаева, Legend TV. Спасибо, что смотрите нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова